привет всем меня зовут юля и вы находитесь на моем канале вязание не только вязание обо всем что с этим связано перед просмотром мастер-класса не забудьте подписаться на мой канал чтобы не пропустить новые видео здесь я собираю только полезную информацию и все то что может нам пригодиться в нашем любимом деле в нашем творчестве сегодняшнее видео это подробный мастер-класс подробное описание вот такой шапки на ближайший сезон хотя мне кажется эта шапка подходит вообще такая вне трендов вне сезонов который сменяется из года в год очень интересная шапка она нас двухсторонняя и обе стороны у нее совершенно прекрасно выглядят вот так у нас выглядит одна сторона шапки с аккуратным закрытием обращу ваше внимание с аккуратным мысом шапки верхней частью шапочки с отворотом и когда мы вывернем сейчас шапку на другую сторону получается прекрасное превращение и мы получаем вот такую другую лицевую сторону шапки у нее тоже аккуратное завершение макушки вот такая шапка закрыта на на 4 сектора и с одной и с другой стороны все очень аккуратно выглядит я в восторге от этой модели что получилось связано шапка полу патентом сегодня будем его применять активно в этой шапочке отвернул покажу как она выглядит вся видно что здесь у нас немножко отличается рисунок до от основного полотна если мы вывернем на другую сторону шапки она нас тоже имеет как бы два участка нижней и верхней благодаря вот этой смене узора мы имеем вот такую картину то есть у нас одна вязка с одной стороны и другая вязка с другой стороны узор от полу патент всегда считалось но по крайней мере я всегда считала что вот эта сторона полу патента изнаночная вот это лицевая по крайней мере использовалась всегда только лицевая сторона при вязании изделий на сейчас стало как-то в тренде в моде еще с прошлого сезона появляться кардиганы вот такой вязкой и сейчас это уже перешло на аксессуары на изделия головные уборы что хочу сказать из чего вязала эту шапку шапочка связана из пряжи ланагата супер софт такой классический очень красивый синий оттенок цвет номер 5522 мне понадобилось на самом деле практически два матка шапка весит 104 грамма то есть я использовала два матка по 50 грамм и вот это третий я немного использовала но меняла то есть добавляла моток вот где-то вот в этой части макушки в принципе если бы я не добавила она была бы коротковата моя шапочка и ну не была бы такая массивная поэтому я все-таки советуем использовать три матка если у вас плотность подходящая с моей плотностью и не скупитесь потратить на третий моток но используйте например его на митинге или на перчатки а возможно вам понадобится еще и комплекте шарф к этой шапке это пряжа достаточно распространенная можно подобрать аналоги весит она 50 грамм в этом матке и 125 в нем метров рекомендованные спицы здесь пять но естественно я использовала гораздо более плотные гораздо более тонкие спицы так как у нас аксессуар шапка она не должна быть продуваем и вот так покажу вблизи рисунок я конечно получила искренне удовольствие от этого вязания потому что давно не взял меринос так и перейдем сейчас к инструментам что нам понадобится помимо пряжи вам естественно понадобятся инструменты я вязала эту шапку на спицах номер три и использовала два вида спиц у меня это специально как вы видите я использовала спицы номер три на леске 40 и потом в конце когда закрывала макушку методом magic club чтобы у меня было удобно ее закрывать использовала спицы номер ты на леске 50 метров вполне хватило вот этих двух спиц и в конце я стягивала макушечку при помощи обычного вязального крючка можно использовать спицы но крючком то делать удобно также вам понадобится маркеры замочки один выделяющийся для начала ряда и основные маркеры в количестве 7 штук 7 и 8 штук переходим к описанию шапочки к основным ее характеристикам вязала и шапку на обхват головы пятьдесят шесть спицами номер три безусловно связала образец без этого никак пожалуйста вяжите не забывайте образцы получилось в нерастянутом в положении когда просто вот так спокойно лежит ваш образец в 7 сантиметрах меня 16 петель вот в нерастянутых потом я взяла и растянула образец на то положение петель который меня устраивает и измерила его и получилось что в 10 сантиметрах у меня 16 петель но имейте ввиду если вы не дотянете ваш образец и он будет ну как бы мало под растянут то вы не угадайте вашу плотность когда вы вяжете резинку один к одному всегда растягивайте резинку до полного и и раскрытия то есть у вас должна быть видна петля не только лицевая но и изнаночная вот так растягиваем вот именно в таком положении у вас будут в таком напряженном положении должна быть резинка именно так ее и измеряете тогда нова сядет по голове хорошо ну конечно же чтобы она не была совсем стрескала девалась на голову чтобы это было комфортно и ваш рисунок не отпечаталась у вас на лбу так вот 16 петель 10 сантиметров и мы вот эти 16 петель делим на 10 сантиметров сантиметров и получаем сколько у нас петель в одном сантиметре 16 моем случае я вот эти 16 умножила на мой обхват головы 56 получил 90 петель шапочка у меня с отворотом поэтому мне нужно добавить для небольшой свободы пару петель плюс увеличение количества петель не облегчает распределение петель по макушке 90 петель и округлила до девяносто двух им этот объем не комфортно на голове если вы любите более плотную посадку то оставьте 90 либо ваше количество сколько вы измерили не прибавляйте на свободу на отворот далее здесь мне приведены уже размеры изделия поперек я не мерила давайте сейчас померяю скажу вот так просто ширина шапки поперек 21 сантиметр на обхват головы 56 она сидит очень приятно комфортно имейте ввиду что шапочка может немножко подтянуться в процессе носки нижняя часть вот это один сантиметров это до того участка когда у нас вот так сменяется рисунок один на другой далее мы вяжем 14 сантиметров до начала убавок для макушки общая высота шапки без отворота 33 сантиметра вот ее параметры с этого достаточно чтобы начать вязание вяжите ваш образец и далее следуйте инструкции набирайте ваши петли и поехали вязать шапку набрав нужное количество петель у меня какой-то минимальный тут хвостик получился разворачиваем все петельки ровно таким образом чтобы у нас не перекручивались петли иначе у нас получится нет не труба мы будем не трубу вязать не для шапки а такая восьмерка разворачиваемся петли поддвигаем их к краю спиц и сейчас будем соединять вязание в круг для этого мы берем и одну петлю с левой спицы переодеваем на правую спицу с правой спицы петлю перенадеваю на левую спицу вот так и затягиваем теперь мы будем вязать первый ряд первый ряд у нас поочередно лицевая петля изнаночная петля то есть вяжем резинку один к одному лицевая изнаночная целый ряд до самого конца первый ряд резинка один к одному провязан и сейчас мы будем вязать полу патент лицевой стороной на лицо то есть когда у нас лицевые петли будут вытянуты с лица и так мы располагаем нашу нить перед спицами и заводим 1 петля у нас в ряду лицевая и заводим в первую петлю ряда в лицевую правую спицу снимаем ее таким образом чтобы наша нитка образовала наброс на правой спице и мы его придерживаем следующую петлю изнаночную мы провязываем изнаночной таким образом мы переснимаем лицевые петли на правую спицу не провязывая но делая накид а изнаночные провязываем опять у нас лицевая мы ее переснимаем с накидом изнаночную петлю провязываем лицевая с накидом снимаем изнаночная провязываем так провяжем весь ряд лицо снимаем изнанку провязываем провязываем последнюю петлю в ряду она нас изнаночная и следующая петля то есть это первая петля 2 ряда это у нас лицевая петля с накидом вот так она выглядит и вот эту петлю лицевую с накидом нам необходимо во втором ряду в четном ряду провязать лицевой петлей следующий у нас петля изнаночная и и мы провязываем изнаночной опять лицевая петля с накидом провязываем лицевой изнаночную петлю провязываем изнаночной лицевая с накидом изнаночной то есть мы продолжаем выполнять резинку один к одному только на нас своеобразно и нам нужно провязывать вот таким образом это классический полу патент когда у нас лицевая петля с лицевой стороны вытянута сейчас мы провяжем второй ряд вяжем до конца просто все петли уже без накидов теперь нам нужно провязывать следующий ряд 3 нечетный точно так же как мы провязывали первый ряд то есть лицевые петли мы снимаем с накидом а изнаночные петли провязываем лицевая петля переснять с накидом изнаночная провязываем таким образом мы чередуем четные нечетные ряды и потом будем менять тип вязания а сейчас мы вяжем нужное количество рядов вот таким образом переснимаем и провязывая ряды в четных и нечетных рядах провязав нижнюю часть шапки ориентируйтесь на ширину вашего отворота я примерно вот такой сделаю отворот и когда вы сгибаете часть вашей шапки у вас должно быть это место чуть меньше чем кромка шапки я связала сорок шесть рядов когда вы считаете с лицевой стороны лицевые петли у меня их 23 потому что у нас вытянута петля мы ее в одном ряду снимаем то есть вы считаете лицевой петельки 23 получаете 46 и вот у меня последний последняя петля в ряду изнаночная я буду провязывать лицевые петли а накиды делать с изнаночными теперь лицевую провязываю изнаночную снимаю с накидом лицевой провязываю изнаночную снимаю с накидом и таким образом мы будем провязывать теперь нечетные ряды сейчас у нас в работе нечетный ряд лицевую провязывать на снимаем завязываем до конца и встретимся в четном ряду следующем ряду последняя изнаночная лицевая петля и вот у нас изнаночная с накидом мы ее в следующем ряду провязываем эту петельку изнаночной петлей лицевую лицевой изнаночную с накидом изнаночной лицевой лицевой четный ряд таким образом вяжем до конца все так вяжем на нужную длину мы сейчас вяжем по кругу если чем ряду снова будем делать накиды в изнаночных петельках а лицевые провязывать теперь после этого перехода мы будем вязать так нужно длину высоты шапки до начала сужения макушки связав шапочку на нужную длину верхняя часть от начала изменения рисунка у меня 60 рядов она равна 14 сантиметрам внизу соответственно 46 рядов общая длина 26 сантиметров учитывая до отворот который мы будем делать и сейчас так внизу смотрите 11 сантиметров сейчас я буду сужать макушку я уже надела маркер объясняю как это сделать так как у меня 92 петли в окружности по одной петле мы выделяем вот так маркерами это будут петли которые разделяют наши сектора делим на 4 сектора 92 петли минус 4 петли равно 88 петель и разделить на 4 сектора 22 22 петли в секторе но тогда у нас не получится симметрии и мы не выйдем на одинаковые изнаночные петли вот в этих разделениях в этих границах поэтому делим не учитывая вот эти четыре петли по одной петле между секторами 21 23 21 23 петли соответственно чтобы у нас напротив друг друга были сектора соответствующим количеством петель и так сейчас надеваем маркеры обратите внимание маркер начала ряда я сместила чуть вправо на одну петлю чтобы у меня была симметрия и сейчас мы провязываем следующим образом после маркера у нас следует лицевая петля мы ее провязываем далее у нас изнаночная и лицевая и изнаночная и лицевая развернуты правыми стенками перед спицей для того чтобы нам закрыть петли с наклоном вправо это удобно поэтому через вторую через лицевую в изнаночную заводим спицы и провязываем одной лицевой петлей у нас наклонилась петля вправо то есть нам нужно сокращая петли наклонять их в сторону маркеров оставшиеся петли провязываем кстати говоря сокращение я делаю именно в том ряду в котором я петельки просто провязываю без выполнения накидов именно в этом ряду начинаем делать сокращение до маркера не довязываем 3 петли и снова сделаем сокращение только теперь уже с наклоном влево вот у нас лицевая изнаночная лицевая первую лицевую смотрим правая стенка у нас перед спицей для сокращения влево это неудобно следующие тоже перед спицей заводим правую стенку за спицы и в изнаночной лицевой петли выполняем это для того чтобы у нас при провязывании не получилось крещеная петля через первую во вторую заводим спицы провязываем одной лицевой петлей следующую лицевую просто также провязываем изнаночной между маркерами после маркеров лицевая здесь у нас правильно петельки стоят здесь со второй в первую с с наклоном в сторону маркеров сокращаем и провязываем одной лицевой петлю таким образом мы сейчас про вяжем весь ряд встретимся в конце ряда сокращение выполняем возле каждых маркеров провязав все петли по кругу мы вернулись к началу ряда и сейчас мы выполняем как на необходимо по рисунку ряд с накидами в изнаночных петлях и так изнаночная сделали накид пересняли теперь нас идут после маркера 2 лицевые мы их провязываем изнаночная петля снимаем с накидом дальше провязываем все как полагается то есть вот эти две петли которые у нас появились возле маркеров с каждой стороны у нас находится сейчас по 2 изнаночные по 2 лицевые петли мы их вот так просто провязываем лицевыми между маркерами снимаем изнаночную и снова 2 лицевые далее рисунок таким образом а сейчас выполним ряд следующий ряд в котором мы все провязываем мы не делаем сокращений мы его провяжем выполним еще один ряд с накидами и встретимся когда нам нужно будет провязывать все накиды то есть мы сейчас провяжем без изменений 1 2 3 ряда провязав 3 ряда мы снова делаем сокращение провязываем изнаночную петлю между маркерами то есть мы находимся в ряду где у нас изнаночные с накидами и сейчас вот эти 2 лицевые рядом находящиеся петли мы провяжем 1 лицевой петлей с наклоном к маркеру соответственно слева сейчас мы делаем с наклоном вправо провязываем сектор до следующих двух лицевых петель рядом вот они все две петли и сейчас мы провяжем тоже 1 лицевой петлей мы их развернем правыми стенками за спицей чтобы было нас прямая ровненькая петелька не скрещенная провязали еще раз смотрим изнаночную провязываем между маркерами и 2 лицевые петли слева от маркеров провязываем с наклоном вправо вот так это выглядит так мы выполняем весь ряд до конца и снова провяжем 3 ряда без изменения после этого ряда мы делаем ряд с накидами один ряд просто провязываем еще не ряд с накидами и встретимся через три ряда провязали еще три ряда вот так у нас выглядит наше сокращение и сейчас мы вновь будем выполнять сокращение обратите внимание провязываем изнаночную между маркерами провязываем лицевую и мы вновь вернулись к тому порядку петель как самом начале у нас но после лицевой идет изнаночная лицевая которую мы сейчас провяжем вместе лицевой петлей и мы делаем сокращение которое делали самом начале впервые и после этих сокращений вновь про вяжем 3 ряда без изменений и вновь выполним сокращение провязав 2 лицевые петли вместе то есть нас будет такая цикличность сокращений они будут похожи чередоваться и между ними будут три ряда не провязанных точнее не закрытых рядов без изменений таким образом мы сейчас будем выполнять всю нашу макушечку и встретимся когда у нас будет совсем уже малое количество петель секторе мы дошли до того момента когда у меня в секторе 5 петель что я здесь буду делать смотрите мне нужно сократить и у меня лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая вот эти две лицевые я как обычно провяжу после маркера провязываю лицевую и следующую изнаночную и лицевые провязываю как полагается с наклоном вправо сокращаем а следующий изнаночную и лицевую в секторе просто провязываю без изменений здесь изменения делать не буду я кстати говоря обратите внимание поменяла спицы с 40 лески на 50 теперь вяжу методом magic club в следующем секторе у меня 7 петель на 2 больше как мы и делили наше вязание здесь я буду провязывать как и полагается ну мне хватит петель 1 лицевая провязываю изнаночная с лицевой провязываю сокращением к маркеру оставшиеся петли в этом секторе мне их достаточно чтобы снова сократить вот так у меня идет изнаночная петля ею провязываю далее лицевая плюс изнаночная разворачиваю лицевую с изнаночной провязываю и провязываю 1 лицевой возле маркера все полагается то есть у меня один сектор остался с сокращением только один раз снова сектор где у меня 5 петель лицевая изнаночную лицевую вместе с наклоном вправо изнаночная лицевая таким образом мы сократили когда у нас мало петель петель все меньше если вам неудобно с таким количеством маркеров вы их конечно снимите не мучайтесь мне в принципе не подсказывают и удобнее для меня с ними вязать и так следующий ряд мне нужно делать накиды я их выполняю снова ряд сокращений вот у меня после изнаночной петли идут две подряд ли 2 лицевые я их сокращаю вместе далее изнаночная и после изнаночной это тот самый сектор где у меня было большее количество петель снова идут 2 лицевые петли и я их сокращу с наклоном к маркеру и в этом секторе у меня остается лицевая изнаночная лицевая средняя петля между секторами и после него сектор с малым количеством петель то есть у меня две лицевые которые сейчас сокращу изнаночная и лицевая и я вот эти две лицевые сокращаю с наклоном к маркеру а изнаночную и лицевую просто провязываю вместе потому как ну мне будет некрасиво в моем случае ну в этом случае если я буду сокращать эту изнаночную петлю с наклоном не в ту сторону то все будет видно так 2 лицевые петли провязываем с наклоном к маркеру и что мы получаем мы получаем сейчас секторах одинаковое количество петель в количестве 3 то есть у нас лицо изнанка лицо изнанка будет во всех секторах после всех сокращений снимаем маркеры все снимая маркеры обрезом нить для того чтобы стянуть нашу шапку поступаем следующим образом все лицевые петли мы сейчас будем переодевать на спицу можете для простоты понимания взять другую спицу я сейчас так сделаю можно переодевать на ту же как бы не рабочую в правой руке лицевые петли будем переодевать а изнаночные будем переодевать на дополнительные маркеры просто от которыми пользуюсь мы видим лицевую петлю переснимаем на спицу маркер на маркер точнее надеваем изнаночную петлю так лицевую перенадеваем на спицу изнаночную петлю перенадеваем на маркер так переоденем все петельки лицевую на спицу изнаночную маркер и я использую несколько маркеров чтобы у меня петли не убежали снова лицевая изнаночная маркер маркеры заправляем туда внутрь на другую сторону шапки и сейчас мы закроем петли которые у нас с нашей стороны вот эта ниточка собственно который у нас было в вязании вот она идет с этой стороны и мне нужно чтобы есть отсюда и начала закрытие петель поэтому я часть петель перенадену на другую часть спиц просто чтобы мне добраться до этих спиц и начать надевать петельки вот так берем крючок смотрим где у нас ниточка и надеваем петельки на крючок перенадев петли мы подхватывая ниточку проводим ее через все петельки крючка и вытягиваем нить подтянули стянули все лицевые петельки для надежности можете еще раз пропустить эту нить через имеющиеся петли через те которые мы уже пропустили вновь заводим крючочек через петельки и поочередно протаскиваем через петли и последняя петля не забываем так вытянули теперь заводим крючок как бы в обратную сторону шапочки нитку вытянем на обратную сторону вот сюда сейчас найдем место вот здесь и вытянем ее на обратную сторону шапки и вернем и стянем все петли которые расположены здесь снимаем петли с маркера и перенадеваем их на крючок то есть и петли которые мы изнаночные снимали на другой стороне шапки шапочки они стали лицевыми здесь и теперь мы эти лицевые петельки переснимаем из другого маркера аккуратно чтобы петли не потерялись протягиваем нить сквы все петли так и для надежности вновь проводим нить через петельки которые мы уже протянули таким образом подтягиваем все наши макушечки с одной и с другой стороны готовы теперь нам осталось эту ниточку убрать в петли в принципе заправить здесь нужно в изнаночную дорожку тогда она не будет видно если у вас нитка с другой стороны то здесь тоже в изнаночную дорожка на вас провалится внутрь и все будет хорошо закрыв макушку с двух сторон вот так у нас выглядит макушка с одной стороны закрытия получаются через изнаночную петлю то есть такая канавка аккуратно получается макушка наверху и переворачивая другую сторону то есть не могу сказать что на лицевой на изнаночную сторону здесь просто две стороны у шапочки вот такую картину видим здесь у нас идет закрытие через центральную лицевую вот так она выделена изнаночными рядочками это же макушка очень аккуратно смотрится все сходится симметрично с аккуратно вот этим кончиком получился у нас мы с шапки и и вверх вот такой полукруглый несмотря на то что мы закрывали через каждые три ряда ввиду того что из-за этой вязки у нас укорачиваются еще сильнее ряды поэтому нужно удлинять макушку чтобы она получилась на такой конической я надеюсь вам понравилось мое описание буду с радостью выпускать еще и другие писания оставайтесь на канале подписывайтесь просто мой канал смотрите и вяжите по другим моим мастер-классам если у вас возникают вопросы пишите в комментариях я постараюсь на все ответить вот кстати говоря одна лицевая сторона очень красиво смотрится я прям довольна и другая лицевая сторона носите шапочку в удовольствие на ту сторону которая вам больше нравится подписывайтесь остались оставайтесь со мной до новых встреч пока пока всем удачных петелек